Снос ветхих пятиэтажек и главное строительство новых домов в третьем микрорайоне было заморожено больше года назад. Причина крылась в вызванных кризисом финансовых и корпоративных проблемах застройщика. И вот теперь не без помощи области и районных властей проблемы преодолены. Работы на объекте возобновились. После осмотра строительной площадки глава района Андрей Иванов проводит координационное совещание. Уже был найден финансовый партнер компании «Мелигрупп». Здесь тоже присутствуют вместе с нами. И хочу сказать, что сегодня вместе мы видели, как стройка возобновилась, уже забивает сваи. И я уверен, так как у компании положительная репутация на территории Подмосковья, я уверен, что мы с вами активно продолжим компанию масштабной ренобации третьего микрорайона. По словам Андрея Иванова, полностью проект реновации третьего микрорайона должен быть завершен к 2026 году. Глава подчеркнул, что строителям необходимо плотно общаться с дольщиками и местными жителями, оперативно решая все возникающие вопросы, в том числе с расселением пятиэтажек. По условиям инвестконтракта под переселение планируется отдавать до третьего возводимого жилья. В плане переселения работа ведется плотно с департаментом жилищной политики Агинзовского муниципального района Алла Яковлевна Медникова. С нанимателями квартирной администрации, как собственных жилого фонда, подписывают свои собственные документы. А с собственниками жилого фонда мы подписываем договор минной, безвозмездной. То есть предоставляем и равнозначное, и равноценное жилье. Поясню, что это такое. То есть мы представляем жилую площадь без доплаты, большую по размеру. Это ее равнозначность. А равноценность мы определяем в договоре, но все условно понимают, что, конечно, квартира в новом доме, она гораздо дороже в налетной кирпичной, чем в пятиэтажке. Но мы это делаем абсолютно безвозмездно. У дольщиков настроение приподнятое. Общие ожидания высказала одна из представителей инициативной группы Ирина Юдина. Нас услышали, все помогли. Сейчас у нас полный контакт из-за стройщиков. В принципе, и с органами местной власти, и с Минстроем. Мы ежемесячно встречаемся. Помимо этого, еженедельно наш представитель тоже бывает на стройке. Андрей Иванов особо отметил, что сегодня задача районной власти заключается во всемирной поддержке проекта. По ходу строительства будет одновременно решаться сразу несколько проблем. Для нас было принципиально запустить строительство, не дать компании обанкротиться и не получить еще один проблемный объект с обманутыми дольщиками, которых здесь на сегодняшний день уже более ста человек. Плюс к этому мы все наблюдали, что в центре города разрытый котлован. Это наблюдают жители, которые здесь проживают. А также неснесенные пятиэтажки, в которых уже к этому моменту поселились бомжи, пьяницы, наркоманы. Хулиганство здесь было. Ну и это еще и рассадник крыс, бездомных собак. Потому что не было охраны, не было коммуникации, были заброшенные дома. Комплексная реконструкция третьего микрорайона предусматривает обновление инженерных сетей, строительство школы, детских садов, паркингов и спортивных площадок. Сдача же жилого комплекса «Центральный» намечена на 2019 год. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова